Привет! В этом видео я расскажу о достижении «Одинокая пуля». Выполняется эта ачивка на протяжении половины игры, начиная с третьей главы на дне, на моменте, когда нужно включить электричество и открыть дверь для Аликс. Именно в этой комнате Гордон находит дробовик и ствол, до этого он пользуется только гравипушкой. Здесь-то нам и нужно вооружиться, потому что именно в этом месте придется выпустить одну пулю и потом идти до конца игры, не стреляя вообще. Поэтому, собственно, ачивмент и называется «Одинокая пуля». Однако Valve дали нам небольшие поблажки и помимо гравипушки можно пользоваться еще и монтировкой, гранатами и ракетницей. Ты можешь подумать, какого черта, как я буду отбиваться от толп зомби пластиковой бутылкой, это же не очумелые ручки. Но тут на помощь приходит Аликс, ей-то стрелять никто не запрещал. Она так-то неплохо помогает, даже в один момент предложит Гордону переворачивать жуков гравипушкой, а сама будет по ним стрелять. Как сказал один человек, это не сложная ачивка, одушная. Я с ним полностью согласен. Отбиваться кирпичами и мусором от Альянса несложно, просто немного дольше и нуднее. Да и Аликс всегда на подхвате, главное почаще сейвится, и если так произошло, что случайно в замесе выбрал запрещенную пушку и пальнул, то придется загружаться с последнего сейва и проходить все по новой. Поэтому будь внимателен. В остальном, такое прохождение не отличается от обычного. Кстати, батарея мастхэв, ваншотит отлично и может окучить сразу несколько персонажей. Один из напряженных моментов, это схватка с огромным жуком, который страж. Тут спасает быстрое сохранение и ракеты с бочками. Кстати, тут еще присутствуют жуки и Альянс. Альянс атакует и стража, и тебя, и жуков, так же как и их атакуют все, поэтому я на них даже подзабил. Второй момент, тебе мешают жуки и можно было бы заткнуть их норы машинами, пока страж мучает сотрудников Альянса, но я на это тоже подзабил. Да я даже про ракетницу забыл и справился одними только бочками. А еще перед бойней можно наскидывать аптечек в самом начале перед боссом, где советую сохраниться. Следующий момент, где нужно водить повстанцев на поезд. Тут все сильно зависит от того, делаешь ли ты в этот момент достижение спасения мирных жителей или нет. Если нет, то комбайнов хоть монтировкой бей, вообще поздно. Тебя полечат повстанцы, если уцеляют, прикроют огнем. Им тоже стрелять никто не запрещал. А если параллельно делаешь спасение мирных жителей, то помни про то, что повстанцы могут лечить и у тебя почти безлимитная ракетница. Кстати, ссылка на видос о том, как делать ачивку спасения мирных жителей в описании. Последний босс вообще легко бьется ракетами. Главное, пока он гасит тебя, прятаться за щитами из тонкого металлопрофиля. Как только он прекращает, гуляй в него ракету и сразу прячься. Тонкая жестянка тебя обязательно защитит. Только долго за одной не прячься. Эти листы отваливаются, если страйдер по ним долго фигачит. Ракет тут достаточно на полу. Не трать время на открывание сундука. Дальше все как всегда. Садимся в поезд и любуемся видами. В этот момент можно получить сразу букет ачивок, если выполнять их все параллельно. У меня так и получилось. На моем канале есть полное прохождение, где я как раз выполнил одинокую пулю. Кому будет интересно, ссылка на плейлист в подсказке в верхнем углу и в описании. Оставь коммент, ставь Лукаса и подписывайся на канал. А это был Дженкинс. Пока и до встречи в новом видео.